Ну а перед тем, как начать обзор, хотелось бы обсудить тему. Многие пишут, что у них результаты на тестах выше. И такое возможно, потому что на различном железе у вас всегда будут разные результаты. Именно поэтому я всегда тестирую на одном и том же. А переходы на новые платформы у меня происходят редко. Но скоро будет переход на AM5, и там мы тоже проверим, будут ли какие-то изменения. Всем привет, с вами Давилович. Сегодня у нас наконец-то на канале сравнительный обзор двух топовых SSD накопителя от Samsung. 980 Pro объема 1 ТБ и 990 Pro. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Смело можете переходить, заказывать. Ну а для тех, кто хочет экономить при покупке различных компьютерных комплектующих из-за рубежа, например из США, на помощь приходят посредники. Проверенный человек из Казахстана у меня есть. Зовут Артур. Ссылочка на него внизу. Наконец-то, друзья, наконец-то появилась возможность сделать сравнительный обзор лоб в лоб. Два очень интересных SSD. Недавно на канале вы уже могли видеть отдельные обзоры на каждый из этих SSD. Но ведь как-то стало непонятно. Вроде бы 990 Pro и быстрее, вроде бы где-то лучше, а вроде бы и нет. И сегодняшнее видео поможет нам в этом разобраться. Сегодня мы будем тестировать все на железе. Это у нас материнская плата ROG Maximus 13 Apex от Asus. В M.2 разъемах, работающих по процессорным линиям. Процессор 11700K. Оперативная память 2 по 16 от HyperX или Kingston. Ну и, собственно, системный SSD Intel Optane P5800X на 400 ГБ. Сегодня надо нам узнать, стоит ли покупать 990 Pro, стоит ли переплачивать за него. И что мы получим, купив 990 Pro по сравнению с 980 Pro. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить и немножечко обсудить внешний вид. Потому что изначально, как я говорил ранее, мне казалось, что 990 Pro это просто разогнанный 980. Но, если мы посмотрим на плату, посмотрим на ее физический вид, на распайку, на элементную базу, то мы с вами видим, что они отличаются. Ну и с большей долей вероятности получается, что все-таки заявления компании Samsung верны. И здесь используется новый контроллер Samsung Pascal. А теперь давайте к тестам. Материнская плата Maximus 13 Apex имеет возможность установки 4 M.2 SSD накопителей. 2 устанавливаются через переходник DIM2 слот. И 2 M.2 разъема верхний и нижний. Оба скрываются под радиаторами. Оба радиатора массивные. И вот эти 2 M.2 разъема, они как раз работают по процессорным линиям. То есть, на процессоре у нас 20 линий PCI-Express 4.0. В случае использования видеокарты и верхнего разъема у нас никаких сложностей нет. Все работает как положено. 4 линии на M.2 и 16 линии на видеокарту. В случае, если мы подключаем второй M.2 разъем, то линии видеокарты у нас снижаются до 8. Соответственно, 4, 4, 8. И еще 4 линии у нас остаются свободными. Оба радиатора у нас достаточно массивные. Просто нижний имеет большую площадь для отвода тепла. Верхний меньшую. Но я буду тестировать под верхним радиатором у нас 990 Pro, под нижним 980 Pro. Ну и посмотрим, будет ли какая-то азица. В любом случае, на температуру мы в данном тесте обращать внимание не будем. Потому что у нас радиаторы, хоть и хорошие, но разные. Верхний радиатор, под которым будет стоять 990 Pro, вам давным-давно знаком. Это вот такой достаточно крупный брусок, который используется на каждом SSD. Здесь у нас термопрокладка от Laird, которая уже такая поношенная временем. Но до сих пор у нас этот радиатор показывает великолепные результаты по отводу тепла и аккумулированию тепла от накопителя, от контроллера SSD. А вот что касается второго радиатора, то под ним у меня на постоянной основе используется тот самый Samsung PM9A1 на 2 ТБ, с которого мы копируем папочку рендера, объем 100 ГБ. В этом тесте, конечно же, этого SSD не будет, потому что его место займет 980 Pro на 1 ТБ. И да, друзья, тоже массивный, причем огромный по площади радиатор. Есть тоже у нас термопрокладка от Laird, благодаря чему у нас тепло отводится на вот эту вот огромную площадь. Что касается веса, то, наверное, вот этот все-таки будет потяжелее. Хотя, да, наверное, все-таки чуть-чуть, но потяжелее, а значит и поэффективнее в качестве аккумулятора будет все-таки вот этот брусок. Ну а по площади рассеивания, эффективности, я думаю, вот этот тоже у нас очень даже достойный вариант. Так что давайте устанавливать и переходить к тестам. Итак, после установки у нас прошло 15 минут времени. Диск D это у нас 980 Pro, диск F это у нас 990 Pro. Видим по количеству записанных и по количеству включений раз, что нам 990 Pro досталось на обзоре побольше, чем 980 Pro. Но дело не в этом. 15 минут прошло и в простое у нас 980 Pro показывает 40 градусов под нижним радиатором, а под верхним 990 Pro у нас 45 градусов, что теоретически можно подумать, что 990 Pro горячее. Но, как я и говорил, радиаторы здесь разные, поэтому на температуру особо внимания не обращаем. Ну и давайте начнем с первого теста. То есть, для начала это у нас будет, конечно же, 980 Pro, потом будем тестировать с вами 990. Так, вот он диск D, это у нас Samsung 980 Pro, все верно, а диск F это у нас 990. Давайте посмотрим на результат. Тесты завершены и давайте сравнивать. Тесты были проведены просто, с первого раза, без каких-либо перетестов, каких-либо параметров. Что касается 980 Pro, при заявленных скоростях до 7000 на чтение, 5000 на запись, в принципе, у нас скорости линейные все подтверждаются, вопросов нет. Случайная 4К на хорошем уровне, 85 МБ в секунду, как на отдельном обзоре, который вышел на канале недавно. Что же касается Samsung 990 Pro, то при заявленных 7450 и 6900, у нас скорости тоже показывает пониже, и я думаю, тоже можно смело считать их за подтвержденные, потому что так практически на всех SSD. Но случайная 4К 79 МБ в секунду. Если мы посмотрим на обзор 990 Pro, то там у нас так и было. То есть по случайному 4К 990 Pro у нас все-таки проигрывает, когда по линейным скоростям, без вопросов, он впереди. Далее давайте выполним тесты VS SSD Benchmark, посмотрим, кто сколько баллов у нас наберет. И здесь мы с вами видим явное преимущество 990 Pro на 980, и если мы посмотрим, то это у нас связано со скоростью записи, именно со скоростью линейной записи и на случайном 4К. Кстати, если мы сравним, то здесь, да, у нас то же самое. Хотя есть и такие параметры, например, по чтению, которые ниже, чем на 980 Pro, но в целом 990 Pro, да, выигрывает наглядно и VS SSD Benchmark тоже. Теперь также давайте сравним мелкоболочку в тесте, а то диск Benchmark на каждом SSD. Тоже очень интересно узнать, что же у нас здесь будет. И здесь мы с вами получаем хорошие скорости на мелкоблочке, на обоих SSD, но скорость чтения у 990 Pro все-таки пониже, чем скорость записи. Кстати, еще по какой-то причине у нас вот такой вот рваный график получился на записи. Что-то я не припомню, что это было в обзоре точно так же. Хм, очень интересно. Что ж, сейчас давайте мы с вами проверим, как ведут себя накопители на игровом бенчмарке 3D Mark. 980 Pro у нас набирает 3138 баллов. Если мы сравним с отдельным обзором, там был 3144, но, грубо говоря, результат у нас один. Давайте посмотрим, что нас ждет на 990 Pro. И да, 990 Pro получает гораздо больше баллов, 3618, практически на 500 баллов выше, чем это было у 980 Pro. Очень даже интересно. Что ж, этот тест мы можем сворачивать, завершать. Давайте посмотрим, что у нас было по температуре. Максимально на 980 было 50 градусов, на 990 Pro 59. Что ж, тоже интересно, тоже неплохо. Можно синтетику нам с вами сворачивать, потому что сейчас будем копировать папочку рендер объем 100 гигабайт на каждый из SSD. Это у нас будет диск D, TX и это у нас будет диск F. Так, да, все отлично. Теперь будем копировать папку рендер объем 100 гигабайт. Копирование будем проводить с Intel Optane системного P5800X. У него скорости на чтение до 7200, на запись до 4800. Поэтому здесь у нас условия идентичные, условия одинаковые. Давайте смотреть, что же в итоге у нас будет. Сначала 980 Pro 2.9, 2.8, 2.7. Тут пока у нас все очень даже хорошо. Да, в принципе, как это всегда и было. Почти 3,3, друзья, гигабайта в секунду мы с вами увидели максимум. Очень-очень круто. Но так в среднем 2,5 уже, 2,4. Снова 2,7, 2,8. Снова 2,9. Да, тут бесспорно никаких вопросов нет. Тут у нас все очень даже хорошо. Давайте теперь посмотрим, что же у нас будет при копировании на Samsung 990 Pro. Точно такой же папки. И смотрим. 2,9, 2,8, 2,7. В принципе, все абсолютно то же самое. То есть я не вижу здесь чего-то хуже. Единственное, вот в пиковых, да, мы с вами не видели еще здесь 3 гигабайта в секунду. Возможно это будет, возможно нет. Но я не думаю, что стоит здесь придираться к разнице. Так, 2,9 было. Снова 2,8. К разнице там в 100 мегабайт в секунду для PCIe 4.0 SSD. Но это разница очень даже незаметная и незначительная. Но опять же здесь 2,4 не было. Вроде как по мере записи всего объема. Что ж, посмотрели на реальную скорость записи при копировании с Intel Optane с системного SSD, напоминаю. И перед тем, как приступить к тестам на запись с одного SSD на другой, давайте выполним команду Trim на каждом из SSD накопителей. Сначала D, потом F. Сделаем паузу 10 минут и приступим к записи с одного SSD на другой. Посмотрим, что же у нас получится. Ну а теперь давайте перейдем к копированию. Итак, проверим копирование папки с накопителя 980 на 990. У нас ограничений по получению здесь нет, потому что у нас скорость записи здесь 6900. Скорость чтения на 987 тысяч. Что ж, смотрим, что же у нас будет при таком копировании. 2,5, 2,6. Так, скорость немножечко снижается. И снижается она у нас достаточно быстро. До отметки 1,3 гигабайта в секунду. И да, этот результат у нас был с вами и на обзоре. То есть, после заполнения SLC-кэша, скорость записи на 990 Pro SSD у нас 1,3 гигабайта в секунду. Кстати, можем увидеть, что за 10 минут у нас SLC-кэш полностью не очистился. И это очень интересно. В любом случае, сейчас ждем завершения записи на наш 990 Pro. После чего перейдем к копированию папки с накопителя 990 на 980. К концу запись у нас ничего не происходит. Ну, а мы сейчас берем нашу папочку 990 и копируем на наш 980 SSD. Так, 2 гигабайта, 2,4, 2,5. Отлично. 2,6 у нас. 2,7. Ну, вот здесь у нас по какой-то причине SLC-кэш до сих пор в порядке. И смотрим, что же у нас будет дальше. SLC-кэш у нас явно не забьется. И поэтому здесь очень интересно поведение. Почему все-таки на 980 SLC-кэш очиститься не успел. А на 980 все без проблем у нас очистилось. В любом случае, мы с вами увидели... Так, ну, давайте-ка мы с вами для того, чтобы увидеть наглядный пример по скорости записи за пределами SLC-кэша. На 980 у нас выше, чем на 990. Итак, смотрим. Да, это у нас 1,5. Это у нас 1,6 гигабайта в секунду против 1,3 на 990. Максимальная температура у нас так и не были преодолены на тесте реальной записи. Ну, тест реальной записи у нас коротенький. В любом случае, 990 прошечка у нас разогрелся сильнее, чем 980. Такие вот результаты. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны. Результаты получены. И результаты очень интересные. Прямо вот я, несмотря на то, что я сделал отдельно обзоры по каждому из SSD, я очень хотел увидеть, что же будет наглядно. Потому что тесты были сделаны, грубо говоря, одним дублем, без каких-либо там перетестов и прочего. Запустили Crystal Disk Mark, получили результат. Запустили Crystal Disk Mark на втором SSD, получили результат. И что мы с вами видим? А видим мы то, что у нас результаты отличаются не так уж и сильно. Да, Samsung 990 Pro оказался быстрее по линейным скоростям. Здесь нет никаких вопросов. Но и там скорости заявлены выше, чем на 980 Pro. Но вот что касается случайного 4К чтения, то здесь сюрприз и скорости, кстати, все повторяются из отдельных обзоров. У нас 980 Pro на случайном 4К на моем железе оказался быстрее. И это подтвержденный факт. Если мы берем следующие бенчмарки, то мы снова с вами видим, что в SSD Benchmark 990 Pro чуть лучше. Что же касается игрового бенчмарка 3D Mark, то там 990 Pro показывает себя получше и причем заметно. Но стоит нам начать копировать данные на эти SSD, причем копировали мы с рабочего стола, с Intel Optane, у которого 7000 на чтение. И мы с вами увидели, что в принципе, вроде бы как, одно и то же нам показывают эти SSD. Но в пиках, в моментах 980 Pro оказывается быстрее. Удивительно, если честно. Вот это да. Что касается тестов на копирование с одного SSD на другой, то в принципе там у нас все одинаково, за исключением одного важного момента. Несмотря на то, что я сделал команду Trim через оптимизацию дисков и на том и на другом SSD, там примерно, да, одновременно. После паузы 10 минут у нас SLC Cache на 990 почему-то не очистился. Когда на 980 никаких проблем не было. Что касается скоростей при перекидывании между SSD, то да, там 2.6 ГБ в секунду и там и там. Но, как это было в отдельных обзорах, скорость записи после заполнения SLC Cache на 300 МБ в секунду быстрее на 980 Pro. Здесь у нас 1.6 ГБ в секунду, здесь у нас 1.3. И после всех проведенных тестов, итог у меня получается 1. Если мы не хотим переплачивать и хотим купить хороший проверенный SSD, то, конечно же, смело берем 980 Pro и не паримся. Если у вас нет SSD и вы хотите купить топовый SSD накрепитель от Samsung на сегодняшний момент, да, конечно, смело можете рассматривать 990 Pro. А переходить с 980 Pro, продавать его и покупать 990 Pro я не вижу никакого смысла. Из этих двух SSD явного фаворита нет. Да, кто-то в бейчмах быстрее типа Samsung 990 Pro. Опять же, на деле, где-то быстрее у нас Samsung 980 Pro. И вот как быть, решать только вам. Я вам все показал. Ну, а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И вы всегда можете выразить свое спасибо автору канала, купив фирменный значок ProSSD. ProSSD с красивым, уникальным номером на авито, ссылочка внизу. Пока-пока. Ну, а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же эти SSD стоят, на каждое SSD ссылочку оставил внизу. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Покупайте.